Не могли бы Вы ещё раз поподробнее сказать, какой должна быть подготовка к причастию, чтобы не причаститься в осуждение? И как часто нужно причащаться взрослым и детям? Да, это, конечно, вопрос по существу. И верно, я ничего не сказал об этом. Да. Что значит подготовка к причастию? Причастие, то есть, как подготовиться мне встретиться со Христом? Смотрите, когда он приглашает на высокий приём, как человек готовится, тем более, если ему на этом приёме надо говорить что-то, ой, как он готовится! Мы понимаем, в каком душевном, духовном тонусе он находится. Так и здесь тоже. Здесь требуется прежде всего... Я вам скажу так, что самое главное, что требуется, это, ну, как минимум, как говорят, минимум-миниморум, постараться. Ну, хотя бы одни сутки перед причастием постараться повести христианский образ жизни делом, словами, мыслями, желаниями, отношениями с людьми. Это первое необходимое условие. Второе – постараться хоть в этот день не смотреть этот несчастный телевизор, не смотреть ещё в квадрате этот интернет, постараться не общаться, насколько это возможно, ни с кем и ни с чем, постараться хоть взять, наконец, почитать всё-таки Евангелие, может быть, толкование на Евангелие почитать, почитать какого-нибудь Святого Отца, или постараться помолиться. Это самое, я вам скажу, трудное – постараться помолиться. Причём помолиться как? Вот так, как вот мы говорили, постоянно возвращая свою улетевшую мысль, возвращая опять к словам молитвы. И, конечно, и, конечно же, требуется не только воздержание вот этих душевных всех своих чувств, но и воздержание нашего тела – то, что называют постом. У Иоанна Лесвича 14-е слово, его Лесвица, знаете, как называется-то? Интересно! «О любезном для всех и лукавом владыке чреве!» О, хоть один день подержать его! Знаете, традиции были разные. Иногда требует три дня, иногда семь дней даже. Для нашего времени, Господи, ну дай Бог, чтобы хотя бы один день человек провёл вот таким образом в воздержании, в понуждении себя к молитве, к отчуждению себя от всякой суеты и прочих всяких вещей. Это чрезвычайно важно. Но в связи с этим я сразу хочу сказать, что и в день причастия надо всячески избегать вот этой суеты и прочих развлечений. Нельзя же, соединившись со Христом, в это время начать общаться с кем? С анти-Христом! Ну, нельзя же так! Хотя бы один день! Ибо Писание говорит очень строго – проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением. И, опричастившись, кажется, приняв себя Христа и начать вести себя, так сказать, по-прежнему, ведя по-язычески, мы этим самым страшно наказываем себя. Вы знаете, вот Феофан Затворник говорит так – мера причащаться в месяц однажды или два раза – самая мерность. Хотя ничего нельзя сказать неодобрительного, если кто-то, может, чаще. А насчёт детей я говорил. Насчёт детей я говорил. Лучше всего тогда причащать их, когда сами готовы причаститься. Чтобы нельзя его чистенького в свой грязный омун тут же опускать. Ну, если у нас есть забота о детях, конечно. Если для нас духовная польза дороже, чем внешний обряд, главное – причастился. Самим, самим надо. И это будет очень-очень хорошо, если раз в месяц. А то вот, вы знаете, это просто паразитная вещь. Смотришь, каждое воскресенье, каждый праздник, несут, причают, причают. Так, всё, кажется, смотришь. А потом смотришь – просите, 13-15 лет, где же, где же они? Где? Ну, на дискотеке, где же. Да причащались. Увидели, что значит причащить? Это форму превратить в великое таинство. А вот если действительно будем сами готовиться, и детей будем посепенно приучать к этому таинству, когда они увидят, как родители готовятся, и как относятся к этому, тогда, глядишь, и пользы будет больше. Я уверен, что это именно вот так. А не просто формально подходить, а, пожалуй, сегодня воскресенье – причастим, пожалуй. Пожалуй, причастим. Знаете, такое – пройдёмте туда. Что это такое? Во что превращаем? Вот потому и получается, что потом, как вы немножко подросли, никого не найдёшь в храме уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...